Тогда переходим к следующему вопросу. Это готовность муниципального образования к оперативному реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций в весенний период. Готовность к пропуску весенних половодий и, соответственно, паводков. Понятное дело, что большое количество осадков в виде снега у нас выпадало в течение зимнего периода. Много сегодня будет происходить тайны, в том числе и в предгорных районах. Все это будет идти у нас в реку Кубань, в том числе и в Кубанское водохранилище. Здесь о готовности наших гидротехнических сооружений, о готовности системы оповещений, ну и, конечно же, станции наблюдения, которыми оборудован наш муниципалитет. Пожалуйста, Виталий Александрович. Добрый день, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемая Вера Федоровна, уважаемые коллеги. На территории Российской Федерации официально рассматривается 27 рисков, связанных с различными источниками. В Краснодарском крае присутствуют практически все, кроме трех. Одним из наиболее опасных и разрушительных являются риски, связанные с водной стихией. В связи с этим администрация города Краснодара во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю, Министерством гражданской обороны чрезвычайных ситуаций администрации Краснодарского края для реагирования комплекса мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий и минимизации ущерба запланированы и выполняются следующие мероприятия. Скорректирован план действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования города Краснодара. При этом учтены силы муниципального образования города Краснодара, Единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении запланированных еженедельных тренировок ЕДДС отрабатываются все алгоритмы реагирования. Дежурной сменой ЕДДС осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Кроме того, налажен обмен информации с дежурно-диспетчерской службой Краснодарского водохранилища и обмен информацией об объемах притока, аккумуляции и сброса воды, а также состояния гидротехнического сооружения. На сегодняшний день доложу о том, что обстановка находится в норме. Наполнение чаши водохранилища всего лишь на треть. У нас есть резерв, поэтому проблем на сегодняшний день я не вижу. Также осуществляется контроль за уровнем воды в реке Кубань по данным трех гидрологических постов и автоматизированного гидрологического комплекса, информация с которого в оперативном режиме поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу. Система позволяет вести ежесуточный мониторинг. Замеры уровня воды проводятся каждые 20 минут. На территории муниципального образования города Краснодар развернута комплексная система экстренного оповещения. Она покрывает 100% зоны возможного подтопления на территории города. Система работоспособна. Но я доложу, 3 марта в среду у нас будет проведена всероссийская проверка автоматизированных систем и региональной системы. И нашей КСООН полностью готовы по ее проведению. Буду готов доложить о результатах. Ну и надо сказать о том, что и система экстренного оповещения, и те автоматизированные системы, про которые я уже говорил, являются сегментами активно развивающегося на территории города, безопасного города. Также департаментом информационной политики, администрации города, совместно с Управлением гражданской защиты, совместно с внутригородскими администрациями и администрациями сельских округов проводится информирование населения в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций, ну, возможных рисков. Мы будем доводить до населения всю информацию, говорить о тех мерах, которые проводятся нами, и о превентивных мерах, и о готовности населения. Будем готовить соответствующие информации, в том числе и через средства массовой информации, и СМИ, ну и так далее. Также для спасения и оказания помощи эвакуации пострадавшего населения в период паводков и подтоплений в муниципальном образовании город Краснодар готовы к развертыванию стационарные пункты временного размещения. Такие пункты у нас могут быть развернуты в станице Елизаветинской и поселке Белозерно. Всего они вмещают более 400 человек. Ну и справочно скажу, что на территории города у нас всего таких пунктов имеется 45. С учетом того, что город Краснодар активно развивается, и население, и территория растет. Я считаю необходимым данные пункты размещать и географию их располагать наиболее широко. Соответствующие предложения в ближайшее время я буду готов вам доложить. В службе спасения имеется 15 плавсредств. Для откачки ливневых вод у городской службы спасения также имеется 15 мотопомп. Силами службы спасения организован мониторинг поводковой обстановки. Осматривается состояние русла реки Кубань с целью выявления поваленных деревьев, других древесных остатков и мусора, препятствующих прохождению паводковых вод. Уважаемый Евгений Алексеевич, органы управления силы постоянной готовности муниципального звена территориальной подсистемы, единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 году готовы на проведение всех необходимых мероприятий, направленных на безопасный пропуск весеннего половодия и паводков. Доклад закончил. Благодарю за внимание. Хорошо, Виталий Александрович. Единственная просьба какая. Вы застряли внимание на том, что в ближайшее время будет проведена тренировка общероссийская система оповещения. И правильно акцентировали внимание о том, что население города Краснодара у нас растет. По моим данным, не все жители сегодня города Краснодара имеют понимание, что необходимо делать, когда срабатывает у нас система общегородское оповещение. То ли это учение, то ли это будет не учение. То есть здесь вот поработайте со средствами массовой информации, с информированием через все каналы доступные, которые на сегодняшний день еще муниципалитеты, чтобы жители города Краснодара могли четко понимать, когда срабатывает система оповещения, на какую там частоту радиоволны неоповещения, необходимо перейти, какой канал телевизионный необходимо включить, либо там интернет-издания, которые должны оповещать, что это за тревога общегородская происходит, это учебная, что необходимо делать, какое говорит действие. Это очень подробно необходимо на сегодняшний день делать, чтобы просто сирена не звучала как сирена, потому что на нее, я так понимаю, некоторые даже не знают, как на сегодняшний день в городе Краснодаре вообще реагировать. Спасибо.